This conference will now be recorded. Процесс как цветокоррекция в той или иной степени присущ практически любым видеомонтажным приложениям, начиная от самых примитивных, ну и заканчивая профессиональными студийными монтажными решениями. Adobe Premiere, естественно, еще с 90-х годов ведет пассивную борьбу с этим явлением, в той или иной степени его превозмогая. Ну и сейчас, надо сказать, у него получается это как нельзя лучше, в отличие от 90-х годов и начала 2000-х. Я немножко пролистаю презентацию, но не буду особо на ней заострять ваше внимание. Но, собственно говоря, в чем сложность цветокоррекции? Во-первых, цветокоррекция это почти всегда много разных инструментов, они редко где собраны в одном месте. Это довольно трудоемкий процесс, то есть вам придется сталкиваться с неоднократными применениями каких-то методов, которые будут, скорее всего, репетитативны, то есть снова, снова, снова одно и то же много раз повторяться. Это, конечно, очень надоедает. Очень важно, чтобы система могла дать вам какое-то сравнение того, что вы наворотили с тем, что у вас было в оригинале. Это не всегда, опять-таки, возможно простым путем. Также, конечно, очень хочется, чтобы система могла подобрать цвет в одном кадре автоматически под цвет другого кадра. Опять это есть не везде, в примере это есть. Это позволяет как раз вот согласовывать цвета в разных видеосъемках, когда у тебя там съемки с двух камер, одного и того же, ты хочешь выстроить это в один ряд, и у тебя постоянно цвет скачет, и тебе это нужно как-то решить вопрос. Ну и, конечно, такая вещь, как шаблоны цвет коррекции, это тоже очень момент тонкий, потому что всегда хочется как-то автоматизировать процесс рабочий. И если шаблонов таких нету, опять-таки, это не очень хорошо. И вот Adobe Premiere так или иначе пытается бороться со всеми проявлениями сложности в процессе коррекции цвета. Как он это делает? Первая фишка Adobe Premiere важнейшая. Ну, если вы следите, дорогие друзья, за развитием Adobe Premiere, то вы не могли этого не заметить. Если вы новичок и только планируете изучать ту замечательную систему, то да, для вас это сейчас прозвучит как нечто новое. Но, тем не менее, у Premiere уже на протяжении трех лет существует специальный механизм. Он называется Color, то есть режим работы с цветом. По сути, это режим цветокоррекции. Собственно говоря, компания Adobe купила механизм, который называется Lumetri Corrector, и очень удачно интегрировала его в Adobe Premiere, благодаря чему теперь в Premiere очень удобно корректировать цвет. Есть куча инструментов, сейчас вам их покажу. И в этом режиме Color вы можете очень эффективно применять все современные инструменты коррекции. Сейчас мы их увидим. Также, что очень важно, мы можем копировать эффекты цветокоррекции с клипа на клип. И также мы с вами узнаем сегодня, что такое мастер. И что такое мастер-материал. Как мастер-материал помогает регулировать цветокоррекцию сразу во множестве клипов, без необходимости воздействовать на единичные клипы. Вот об этом мы с вами сейчас поговорим уже предметно. Также мы поговорим о том, что такое режим Comparation View, то есть режим сравнивания двух видов. И что такое механизм переноса цвета, который позволяет переносить цвет из клипа в клип. Вот сегодня мы об этом обязательно поговорим, так сказать, предметно. И я открываю Adobe Premiere. Как видите, у меня в Premiere есть небольшая сборка. Это интервью, а вернее выступление. Вот такой замечательный специалист по видеомонтажу, кроме шоу тогда, рассказывает нам, как же хорошо в Adobe Premiere использовать мультикамерную съемку и монтаж. Этот замечательный господин снял себя с двух камер. У нас есть два исходных материала. Один исходный материал выглядит вот так. Второй исходный материал выглядит так. Ну и вот, как видите, я их здесь нарезал. Так что у меня сначала идет съемка с одного материала, потом с другого, потом с нового. Ну, я уверен, друзья мои, что вы видели неоднократно разные интервью, там, или современное выступление блогеров, смотрели там, ну, кого угодно, пучковые. Вот. И там, да, естественно, вот все эти варианты, когда человек выступает перед аудиторией, сидя там за столом, зеленый скатерть, ну, или там, как уж выйдет, очень любит их снимать на несколько камер, ну, и потом камеры переключать, и возникает такой эффект очень хороший студийный композиции съемки. И вот эти переключения еще чем хороши. С их помощью можно прятать какие-то склейки монтажа. То есть, когда у тебя неудачный дубль, ты можешь с помощью переключения камеры вставить удачный дубль, ну, что называется, беспалево. Ну, вот. Не будет видно, что там склейка, будет ощущение, что это просто камера переключилась. На самом деле там человек что-то сказал совсем такое, что говорить не надо, и повторил все это, и за счет склейки получается, что все хорошо. Как бы там ни было. Здесь съемка с двух камер у меня, ну, естественно, могла быть с четырех, ради бога. Это как раз не является сегодня у нас каким-то ключевым моментом. Иными словами, есть два исходных материала. Мы с вами видим, что в одном исходном материале цвет такой достаточно контрастный. Кстати, мне вот он нравится. А в первом исходном материале, который как раз, типа, снят на камеру, которая хорошая и нравится этому самому господину, вот тут как раз цвет мне не нравится, лицо видно желтое, ну, что такое такое, оно все бледноватое. Ну, и у нас задача обработать цвет в этом интервью, чтобы на протяжении всего интервью цвет выглядел красиво, и при этом мы потратили бы на это не слишком много времени и усилий. С чем мы с вами начинаем? Начинаем с того, что переключаем Adobe Premiere в режим Color, то есть управление цветом. Вот режим. Я буду вот так мышкой подсвечивать кнопочки. Суть режима Color в том, что он открывает сбоку панель, которая называется Lumetri, то есть как раз тот самый движок Lumetri, который, как я уже говорил, разработчики премьера приобрели у сторонней компании. Уважаемые дамы и господа, я хочу вам объяснять дальше. Я бы хотел у вас поинтересоваться. Дайте мне знать, пожалуйста, в чате, нормально ли транслируется картинка и хорошо ли у вас звучит мой голос, чтобы я сейчас мог что-то поправить до того, как мы пойдем дальше. Напишите, пожалуйста, в чате. Все хорошо у вас? Есть звук? Есть картинка? Друзья, кто-нибудь? О, замечательно. Замечательно, замечательно. Все, шикарно. Ну, было бы обидно наговорить столько всего и потом дороже, что какие-то проблемы. Я вначале, конечно, проверил, но решил еще раз доставиться. Все, больше не буду возвращаться к этому вопросу. Давайте дальше двигаться. В общем, переключился я в режим Color. Да, забыл сказать, если какие-то вопросы у вас возникнут по сути моего выступления, я в конце обязательно на них отвечу. Итак, в режиме Color, да, сбоку есть панель вот эта, есть еще одна интересная особенность, которую не сразу замечаешь. Дело в том, что только в режиме Color работает так называемое автовыделение клипов. То есть по мере того, как вы будете двигать каретку в тайм-линии, клипы будут выделяться автоматом под кареткой. Видите, я двигаю каретку, и клипы сами выделяются под ней. Это очень удобно. И вот так вот, поставив каретку на первый клип, я его выделяю. Что у нас с вами в настройках? Сбоку мы видим, что весь цвет корректор, это шесть закладок. Базовые, креативные, кривые, цветовые колесики, вторичный тон, насыщенность, яркость и так называемая виньетка. Об этом отдельно. Но есть вещь куда более важная. Мастер или локальный. Это мастер, это локальный. Что это означает? Мастер означает, что в этом режиме будут исправляться все клипы, взятые из этого материала. То есть если я работаю в режиме мастера, то все клипы, которые здесь есть, будут одновременно исправлены. Почему я сейчас не могу этого сделать? Как видите, я не могу нажать кнопку мастер. Это связано с тем, что здесь был использован мультикамерный монтаж. То есть мультикамерный монтаж, он изначально работает как? Вот эти склеечки, они взяты из секвенции, где склеены две камеры. То есть вот две камеры наложены друг на друга и синхронизированы. И из этой секвенции данный видеоконтент подгружается в секвенцию интервью. И есть специальный режим, называется мультикамерный монтаж. Очень, кстати, гениальная вещь. Вот он. Видите, я здесь вижу, что видит зритель, а здесь я вижу, какие исходники у меня доступны. И щелчком мышки я могу переключать их сразу нарезая в таймлинии. Это суперудобный момент. Но сегодня речь не о нем, важно другое. Из-за того, что это мультикамерная сборка, и сейчас нас ассоциируют именно как мультикамера, у меня недоступен режим мастера. Я не могу нажать кнопку мастер. Чем это плохо? Это плохо тем, что если я хочу откорректировать все вот эти клипы одновременно, то есть я же понимаю, что вот здесь цвет не очень, но он и здесь не очень, и здесь не очень, и здесь не очень. И мне нужно их все поменять. Вот по идее, будь это обычное видео, нажав кнопку мастер, я приказываю Adobe Premiere менять не только один клип, но и все остальные куски, взятые из того же исходника. Сейчас мастера нажать не могу, потому что премьер говорит, ты перейди в мультикам, и вот здесь меняй его. Здесь, пожалуйста, если ты поменяешь исходник в мультикаме, у тебя в интервью тоже все поменяется. Но я как вариант могу, конечно, использовать команду. Сейчас, я бы, честно говоря, так не стал делать в работе, но вот именно для этой презентации мультикамера флэттен. Это означает забыть то, что это мультикамера. Вот я нажал флэттен, и теперь система позабыла про то, что этот материал взят из мультикамеры. Она считает, как если бы я его просто нарезал вручную. И теперь, как видите, кнопка мастер разблокировалась. Теперь я могу нажимать кнопку мастер или могу локально вызывать эффект. Это, вообще говоря, была очень скверная затея в том плане, что уж если мы монтировали мультикам, то лучше было просто перейти в мультикамерную секвенцию. Здесь изначально поменять цвет, он поменялся везде. В этом весь смс. Ну, неважно. Я переключил это дело в режим обычных клипов. Все, с этого момента, друзья, мы забываем о том, что была мультикамера. Это просто интервью, которое я вот так вот, будем считать, нарезал вручную из кусочков, просто вот так волшебно попав, так что у меня один кусочек начинается, а следующий заканчивается, один заканчивается, другой начинается, строго, четко сопоставляясь во времени. Так можно и вручную нарезать. Собственно, раньше так и нарезали, но, конечно, сейчас и другие стали. Как будто ни было. После использования команды Flatten у меня доступен переключатель мастер и переключатель интервью. И вот если я нахожусь в режиме интервью, ну, будем говорить, локальность, это означает, меняется только данный один клип конкретный. Если мастер, меняются все клипы. Давайте я перейду в интервью, в режиме, и открою Basic Correction. Вот я сейчас хочу поменять этот клип, я хочу сделать вот там немножко похолоднее, может быть, порезче, цвет черный, хочется сделать поглубже, там тени отжать немножечко, может быть, тени сделать похолоднее, блики потеплее. Но все это упирается в одну проблему. Мне очень хочется видеть, в чем именно будет разница. Поэтому я бы с удовольствием, нажав кнопку с ГАЭшным ключом, активировал так называемый режим сравнения. Compression View. Compression View позволяет разделить картинку пополам. Тут же есть кнопочка, называется сравнивать с самим собой. Вот если она нажата, то что происходит? У меня два одинаковых дядечки. На всякий случай выйти за твой режим, опять ГАЭшный ключ, но не Compression View, а Composite Video нужно нажать. То есть здесь вы выбираете, что вы хотите видеть. Composite Video – это ваш видеоматериал, Compression View – режим сравнивать. Ну, короче, режим сравнивать. И теперь, кстати говоря, что еще интересно, можно сравнивать вот так. То есть одна картинка разделяется пополам, по горизонтали и по вертикали. Ну, пока пускай их двигает. Итак, об инструментах. Есть инструменты базовой коррекции. Это самое простое, понятно, в режиме базовой коррекции можно менять температуру. Заметьте, меняется левая картинка, да? А можно сделать вот так, когда будет меняться левая часть картинки. Вот я сделал похолоднее. Можно менять оттенок. Кстати, если вы поменяли неудачно, хотите вернуть, как было, два раза щелкать, он возвращает назад. Экспозиция, то есть яркость. Смотрите, вот так сделаем. Контрастность. Тут очень контрастности не хватает. Highlights – это яркие блики. Можно сделать поярчее. У кого из вас, друзья, микрофон фонит, пожалуйста, отключите все микрофоны. Так, я сам отключу все микрофоны. Яркие блики добавить или убрать. Глубокие тени добавить или убрать. Просто белый цвет отрегулировать, предел белого цвета отрегулировать, предел черного цвета. Ну вот, мне сейчас нравится. Заметьте, было, стало. Может быть, еще даже похолоднее сделали. Мне нравится более холодный цвет. Я не люблю, когда все тепло, как было. Если же я не могу подобрать баланс белого вот таким вот образом, то можно предположить, что вот тарелка фарфоровая, она заведомо белая. И нажав пипетку, показать по тарелке. Тогда он постарается белый цвет на тарелке определить, как, скажем так, по-настоящему белый. Ну, как видите, он пришел к выводу, что нужно вообще все делать вот таким. Очень-очень-очень глубокий цвет получился. Желтый. Мне нравится. Я все-таки верну похолоднее. Пускай будет вот так. Базовая коррекция вообще позволяет очень быстро достигать результата, но здесь речь именно о основе цвета, то есть, насколько оно яркое и контрастное. Креативная коррекция. Тут момент поинтереснее. Есть такая важная вещь, как шарп, резкость. Благодаря повышению резкости, мы можем сами детали изображения сделать намного резче. Вибронс – это сочность. Сатурэйшн – насыщенность. Ну, все просто. И есть такие два кружочка, называются Shadow и Highlight Tint. То есть, оттенок теней, оттенок бликов. Как можно с ними работать? Оттенок теней хватаем в середине, тащим в любую сторону, и меняются оттенки именно в тенях. Вот можно тени сделать чуть холоднее, а светлые зоны чуть теплее, допустим. Если не понравилось, двойной щелчок обнуляет. Очень классная вещь – коревые. Коревые – что дают нам? Есть просто цветовая коревая, но это как в Photoshop. То есть, с помощью цветовой коревой можно регулировать оттенки в разных зонах. То есть, можно оставить, допустим, в покое светлые и приподнять светлые, немножко опустить темные. Ну, кто из вас учил Photoshop, я уверен, знает, как этим пользоваться. Кто не учил, ну, ничего особо сложного в этом нет, хотя в первые разы слушается не очень. Но вот этот просто супер, следующий механизм – это коревые, которые могут воздействовать на отдельные цвета. Ну, вот, например, мне не нравится здесь вот этот желтый цвет. Мне кажется, он слишком насыщенный. И вот есть такая коревая, называется оттенок против насыщенности. Идея в чем? Я нажимаю пипетку, показываю цвет. Этот цвет отмечается здесь на коревыхе. Центральная точка управляет насыщенностью, он только этого цвета, конкретного. То есть, проваливая его, я вижу, как стена позади девочки становится более бледной, в то время как все остальное остается в покое. А вот, допустим, вот эта вот надпись, я хочу посочнее сделать, на мальчике его. Давайте я поставлю. Попробуй попасть по ней. Ну, если что, можно увеличить масштаб просмотра. Где-то здесь она попалась, да? Ну, нет, слишком близко цвета расположены, мы не сможем поймать его, к сожалению. Ну, давайте сделаем на картине зелье посветлее. Вот, на попался. Видите, опять, вот недостаток этого в том, что если где-то есть цвета похожие, мы начинаем цеплять их уже с другой точки. И этим самым только нарушать картину. Эти точки можно двигать вручную, чтобы найти более точно начало и конец того интервала, которым желаем меняться. Ну, собственно, ладно, главное я сделаю и убрал эту желтизну. Теперь мне все нравится. Есть также кривая, которая может перекрашивать отдельные цвета. Есть кривая, которая может менять яркость цветов. Ну, допустим, я хочу цвет синий сделать поярче. Указали цвет, вот он попался. И теперь меняя его, как видите, всю картину синюю я переделываю. Вот я картину сделал посветлее. И можно подвигать пределы захвата. Вот. Картина стала более светлой. Можно посмотреть в колыбок вот так вот. Очень интересно. Вот. Кривые гениальный механизм, очень удобный. Color Wheels and Match. Следующий механизм. Интересный тем, что он позволяет считывать цвет с одной картинки в другую. Сейчас покажу, как это работает, но не на этом примере. И HSL Secondary. Это механизм тоже избирательного влияния на цвет. То есть здесь можно захватить какой-то цвет, над ним издеваться. Давайте я перемотаю немножко вперед. Кадр возьму вот этот кадр. Отключу пока режим сравнивания, чтобы он мне не мешался. Вот этот кадр. И предположим, что я хочу в нем цвет сделать, в точности, как вот в этом кадре. То есть видите, у меня два кадра похожих, но цвет все-таки отличается. Как мне цвета совместить, кадр с кадром? Я беру кадр вот этот, включаю режим сравнивания, и здесь я включаю режим произвольного сравнивания. Теперь я здесь могу выбирать любой другой кадр. То есть вот я выбрал кадр тут, а здесь вот этот кадр. И я хочу, чтобы здесь цвета совпадали с этим. Но вроде они и так совпадают, но посветлее только если сделать немножко. И вот я могу это сделать или через базовую коррекцию, как-то попытаться. Вот мне хочется лицо более бледное. Либо через механизм H, Color Wheels and Match. Он как раз предлагает, что сделать. В режиме Comparation View, то есть в режиме сравнивания, он позволяет, нажав кнопку Apply Match, цвет из этого окошка перенести сюда. То есть автоматически происходит сравнение. Я нажал Apply Match, и вижу, как у меня цвета поменялись. Вот еще раз давайте посмотрим без. То есть он цвета подстроил. HSL Secondary тоже интересный еще, про него тоже хотел сказать. Тут идея в чем? Вы указываете один какой-то цвет конкретный. Ну, допустим, вот цвет, чем мы здесь можем понять? Ну, допустим, шкаф. Можно посмотреть маску, как он там захватился. Ну, вот захватился довольно плотно, кстати. Можно дополнительный цвет пытаться поймать. Не особо не хватает сейчас. Можно вот так это шить. Жилищный. Тут захваты идут по оттенку, по насыщенности, по яркости. Вот я подзацепил какие-то цвета. Ну, а теперь идея в том, что я могу вот эти пойманные цвета персонально изменить. Ну, допустим, сделать их потеплее. Видите, у меня цвет шкафа меняется на более такой желтый. Или похолоднее. Могу сделать шкаф поконтрастнее. То есть тени более глубокие там возникнут. Ну, вот там порезче, понасыщеннее, побледнее. Ну, это опять вся идея воздействия на определенную зону. Очень часто люди говорят, ну, это же одно и то же. HSL Secondary и кривые вот эти. Ну, это не одно и то же, но это близко. Например, кривые не могут воздействовать на резкость. А вот HSL Secondary может. То есть, если, скажем, мне нужно цвет лица поймать через HSL Secondary, я это делаю без особых сложностей. И потом я могу с помощью Saturation или Sharpen усилить резкость деталей лица. Очень удобно. Опять я вижу кто-то. У кого-то микрофон выключен. Друзья, пожалуйста, микрофон. Да, держите выключено. Так, продолжим. В общем, сама по себе механика здесь не особо сложно сказать. Все эти механизмы, они очень легко управляются, очень легко регулируются. Я вас уверяю, два вечера проведенных за Adobe Premiere, и вы поймете, как все это работает и заполнится. То есть, здесь ничего сложного нет. Ну, и последняя виньетка, она позволяет затемнять или осветлять края картинки. Об этом тоже я делаю сейчас. Вот это все на поверхности, друзья. Все, что я показал сейчас, это все элементарно. То есть, методом тыка человек, знающий Adobe Premiere на базовом уровне, это все протыкивает. Ну, за один вечер, за второй вечер он это делал тоже уверенно. Теперь, что протыкать сложно. То есть, что действительно нужно знать для того, чтобы у вас хорошо работала эта механика. Первое. Когда вы выполняете цветокоррекцию, это на самом деле делается с помощью специального эффекта. Вот я сейчас сравнение пока выключил. То есть, все эти клипы, которые я откорректировал, они на самом деле обработаны спецэффектом. Если зайти в диалог эффекций, то видно, вот он эффект. Illumetri. Он применяется автоматически, когда вы меняете любую настройку. И вот этот вот эффект Illumetri, почему так важно знать, что он здесь есть? Во-первых, его можно удалить. То есть, если я выделю его и правой кнопкой сделаю клеем, очистить, я отменю цветокоррекцию. Во-вторых, его можно скопировать. Скажем, в данном клипе я настроил цвета, как мне хотелось. Давайте я пока режим сравнения вообще выключу. Вот я настроил здесь цвет, как мне хочется. А здесь цвет настроен совсем по-другому. Я могу взять первый клип, взять эффект Illumetri правой кнопкой Copy. Взять этот клип правой кнопкой Paste. И вот теперь здесь цвет тоже откорректирован. То есть, теперь цвет здесь и здесь совпадает. Могу вот сюда тоже сделать Paste. Могу сюда сделать Paste. Могу сюда сделать Paste. Вот я с помощью Paste этого эффекта везде цвета откорректировал. Друзья, так делать не очень удобно. Почему? Paste это, конечно, опять секунд. Особенно те из вас, кто знает, что можно Ctrl V на клавиатуре нажимать. Но истинная причина в другом. Вы не сможете потом легко менять настройки этого эффекта. Вот, скажем, я на самом деле хочу, чтобы не было такой зеленого здесь. То есть, мне хочется чуть-чуть по-другому сделать эту настройку. Но, если я сделал Paste в 5-6 клипов, то теперь мне придется в каждом клипе удалять этот эффект. То есть, мне придется вот теперь искать, куда я его запейстил, менять его опять в первом клипе и снова делать Paste в остальные. Это, конечно, чертовски неудобно. Поэтому, что мы можем использовать? Мы можем использовать мастер режим. Вот это второе, о чем нам надо знать. Иногда люди случайно его включают. Это капец, потому что, если человек включил мастер режим нечаянно, то за это здесь, как говорится, бьют отчаянно. То есть, Adobe Premiere не простит вам такого. Он откорректирует все клипы без вашего ведома. И потом вы будете удивляться, почему изменились все клипы из одного материала. Вот сейчас я сознательно включаю мастер режим. И что произойдет? Заметьте, я вот беру данный клип, ну и давайте, для примера, я сделаю его очень холодным и очень-очень светлым. И смотрите, все клипы из этого, ага, вот оно что. Только я хотел с радостью сказать и смотреть все клипы, а нет, а вот те и нет. Это связано с тем, друзья, что мы взяли их из мультикамерной секвенции, и он нам не простил это. он считает, что они из разных исходников. У них разный мастер так называемый. И откорректировав мастер в одном из них, сейчас секунду, я попробую еще раз, или все-таки, нет, нет, я просто не переключился. Это я протупил, тысячи извинений отнесли. Дайте, я отменю еще раз. Что-то произошло, от чего он переключился опять на локальную коррекцию. Я включаю мастер, я просто почему-то так сам удивился, обычно никогда не переключаю мультикамеру на отдельные клипы. Итак, заметьте еще раз. А, понятно, я сдвинул каретку, и он тихоя переключился с мастера на локальную. Так, снова мастер. И вот я делаю его, допустим, синим и очень светлым. И заметьте, поменялся мастер, и вот тут, если вы, друзья мои, внимательно посмотрите, у всех клипов появилось такое подчеркивание красненькое. Это означает, у них мастер изменен. И я вижу, что все эти клипы, все эти клипы стали вот именно так, как я и хотел открыть. Ну, в смысле, вот именно так я их корректировать не хотел, но они меня послушались. Давайте отменю эти коррекции. Что теперь? Ну, а теперь логика простая. Мне нужно, чтобы цвет здесь и цвет здесь совпадал. И тут нам легче всего будет воспользоваться таким подходом. Взять первый из клипов, включить мастер, чтобы на все повлиять. Но мне теперь нужно цвета загрузить из второго клипа. То есть я хочу взять, включить опять режим сравнения, взять Color Wheels, взять Comparation View и найти какой-то кадр, цвет, в котором мне нравится. Вот этот. То есть я отсюда хочу цвет взять сюда. Проверили, что включен мастер, включен мастер. И нажали в Color Wheels и Apply Match. Ну и он цвет постарался перенести. Как интересно. Так. Почему ты его не переносишь? О, перенес. Только он перенес вот такой. Вот такой секвой. Глюки такие, глюки, ладно. Ну ладно, окей. Все-таки придется настроить вручную, потому что он переносит не в мастера, он переносит, все-таки он злопамятный решил обойтись, он переносит, видите, в локальные настройки. А мне хочется мастера отрегулировать. Ладно, ничего. Нажму сброс и все-таки отрегулирую мастер. Я не поленился отрегулировать мастер. Жалко, что он отказался скопировать его. Чуть мадженто побольше. Насыщенности поменьше. Ладно. Близко. Вот сейчас близко. Ну и поскольку я все изменения сделал в мастер-режиме, что произошло? Давайте отключим режим сравнивания. У нас все клипы откорректировались едино. Да, окей. Годится. Как второй вариант, можно было откорректировать локальный один клип и потом копипейстом распространить на все остальные. Ну, а повторюсь, если уж действительно делать интервью через мультикамеру, это делается еще проще. Это в изначально мультикамерной секвенции. Два клипа сравниваются и дальше все уже цвет выкладывается сразу как надо. Без всех ты заморочил. Да, сейчас мне все нравится. Ну и еще один важный момент. Если я хочу применить какой-то цветовой профиль сразу ко всем этим клипам, то есть мне нужно их все подкрасить одинаково, мне нужно их все сделать немножко пожелтее, позеленее, добавить виньеточку одинаковую на них на все. То есть как обработать цвет финально, чтобы для всех клипов он сработал. Через мастера это уже не получится. По какой причине? Мастер, он обрабатывает только материалы одного исходника, а материал другого исходника он затрагивать не будет. А мне нужно все захватить. И вот тогда я создаю корректирующий слой. Выбираем исходники, это очень важно, и нажимаем файл New Adjustment Layer. Корректирующий слой это пустой слой, который кладется сверху на ваш материал. Идея в том, что если применить к нему какой-то эффект, то эффект переменится ко всему фильму целиком. То есть ко всем клипам, которые лежат снизу. То есть я могу взять корректирующий слой и, скажем, его корректирующий слой снабдить так называемой виньеткой. То есть затемняющим таким эффектом по краю канала. Можно сделать ее очень жесткую. Сразу будет видно, как она работает. Вот она. Потемнее, посветлее. и потом размыть ее краю. И вот она теперь лежит на всех клипах. Что еще интересно, можно применить в креативе так называемые люты. Что такое люты? Люты, они же луки. Это таблица цвета соответствий. Их, кодок, к примеру, в интернете бешеное количество. Если в интернете напишите люты, скачать, то вы их найдете очень-очень много разных. И существует куча известных видео художников, которые эти люты создают. И, ну, где-то бесплатно, где-то так получится, делятся ими с народом. Используя разные люты, вы меняете стиль, цвет во всем вашем фильме. Притом, поскольку я лют вешаю на adjustment layer, это означает, он на весь фильм ложится. По сути, вы можете эти люты воспринимать как некие такие фильтры, ну, как в инстаграме в каком-нибудь, которые применяются на весь фильм целиком. И в зависимости от того, какой лют вы выберете, вы получите тот или иной эффект. Кстати, что интересно, люты, они ко всем программам одинаковые. То есть, если вы пользуетесь, не знаю, After Effects или каким-то DaVinci, то там люты те же самые, что для Adobe Premiere подходят. Это универсальные файлы, которые содержат в себе цветокорректирующую таблицу, так скажем. Вот я что-то такое нашел, но мне только не нравится, потому что она так сильно срабатывает. Поэтому я интенсивность немножечко уменьшу. Повышу резкость и уменьшу сочность. Вот такой цвет будет. Вот. ну и да, теперь он на весь фильм у меня лег. Можно сделать немножечко пожелтее оттенки бликов обратно. Вот таким образом, друзья, вы можете применять механизмы цветокоррекции к одному клипу через локальные изменения, к мастеру, то есть ко всем клипам из одного исходника через мастер изменения. Но, как видите, мастер не всегда срабатывает, если мультикамеру задействовал. И через adjustment layer можно применять любые эффекты цветокоррекции ко всему фильму вообще, что тоже очень-очень удобно. Вот, если я хочу на весь фильм, скажем, сделать там похолоднее картинку, я именно выбрав adjustment layer меняю в нем этот эффект и вот в нем, пожалуйста, меня меняется картинка целиком для всего фильма. Если мне нужно поменять, скажем, желтизну только в этом мастере, это взял мастер и здесь сделал похолоднее. Существует, кстати говоря, друзья мои, куча разных специальных систем цветокоррекции, которые финально применяются на adjustment layer. Вот я могу из adjustment layer выкинуть то, что я применил, кстати, как это сделать. Выходим в эффект control и выкидываем из него Lumetricolor. И финально, друзья, я вас хочу развлечь буквально две минутки, я применю сюда механизм, который я сам очень люблю использовать в своих работах. это специальный цветокорректор, его применяют как финализирующий механизм для того, чтобы стилизовать цвет. То есть, когда ты цвета совмещаешь, подбираешь, это, естественно, делать через Lumetri, но когда хочешь сделать финальный, это называется не цветокоррекция, а цветокоррекция, вот тогда очень классно заходит эффект, который называется Magic Bullet, волшебная пуля, обожаю его. Он называется Lux. Я вот вешаю на adjustment layer и захожу в его настройку. И настройка выглядит вот таким вот слегка пугающим для новичка образом. В чем идея? Вот это разного рода пресеты. Выбрав некий пресет, просто подводя мышку, вы видите, как он срабатывает. И в дальнейшем мы видим, из чего этот пресет состоит. Он состоит из виньетки, которую можно редактировать, из цветового стилизатора, из так называемого шоудера, это отсечка яркости, благодаря чему такие цвета темные, и из определенного люта, который корректирует цвет в соответствии со своим пресетом, некой кинопленки или еще этого мы хотим. Где-то больше эффектов, где-то меньше, то есть где-то вот этот вот трейд с эффектами будет у вас больше. Можно добавлять свои эффекты, то есть это все может быть настроено еще и вручную, но обычно сначала люди стараются готовые эффекты брать, потом пытаются добавить свои собственные. То есть вот они, тулсы, допустим, я добавляю хроматические аберрации или диффузию, это сияние в светлых местах, когда вокруг ярких зон возникают такие сияющие ореолы. Ну и дальше я настраиваю силу диффузии, размер этих ореолов, усилия и так далее. Ну, где-то можно очень круто смотреться, если там ночной город какой-нибудь у нас был бы с огнями, то вокруг них такое сияние бы сейчас сходилось очень прикольное. Но и что очень важно, это все применяется на adjustment layer. И когда я выхожу из этого диалога, я вижу, что у меня он применился к adjustment, а следовательно все клипы теперь обработаны одинаково с помощью Magic Bullet Looks. ну и теперь мы можем в релтайме посмотреть, как это выглядит. Сейчас мы видим не очень хорошее качество, но это связано с тем, что учебный материал он специально сделан с не очень высоким разрешением для того, чтобы учащиеся могли легко работать на нем даже на слабых компьютерах. немножко контрастного накрутить на мастер вот для этих вот натикалов. Видно, что контрастность отличается довольно сильно. Немножко ускорит скорость воспроизведения. Ну вот как-то так, друзья. Ну что же, уважаемые дамы и господа, надеюсь, я сумел развлечь вас этим чудесным пятничным вечером. Если вам интересен видеомонтаж как явление и Adobe Premiere как одна из лучших монтажных систем, я вас всех приглашаю поучиться к нам на курсы. у нас 15 числа этого месяца, то есть через 10 дней начинается группа по Adobe Premiere вечерняя, первая часть, потом, кстати, и вторая. И уже в первой части вы будете подробно изучать работу цвет корректора и научитесь как угодно изменять цвет в своих собственных материалах. Ну что же, я закончил, друзья. Рад был вас всех видеть онлайн. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я к вашим услугам. Пожалуйста, пожалуйста, друзья, мне очень приятно читать ваши комментарии. Пожалуйста, замечательно, приходите, конечно. До встречи, Александр. Пожалуйста. Ну что же, уважаемые друзья, если ни у кого нет вопросов, повторюсь, с 15-го числа у нас стартует группа по премьеру, приходите, будем рады вас видеть уже вживую. Ну, как вариант, можно также онлайн получить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.